Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект, изучаем ПЛК-контроллер, электронику, электротехнику. Сегодня продолжим наше знакомство с ПЛК от конструкторского бюро Агава. Это у нас ПЛК-50. В прошлых видео мы создали такую вот простенькую визуализацию. Реализовали работу контроллера по протоколу MatBus RTU в режиме Slave подчиненного устройства. Передали мастеру сети переменную TestSlave, тип Word и переменную TestReal, тип Real. Об этом вы можете посмотреть в прошлых видео. И давайте сегодня попробуем поработать с датой и временем. У конструкторского бюро Агава есть вот такая папка Codesys Agava SDK. В ней есть библиотеки, документация, драйверы, примеры, проекты. Она периодически обновляется. У меня уже довольно старая папка. Нужно зайти на официальный сайт конструкторского бюро Агава. Поискать, может быть, там что-то появилось новенькое. Здесь у нас есть примеры. Агава ПЛК, ПЛК-40. И здесь есть пример работы с временем и датой. Данный пример я уже открыл. Вот так вот он выглядит. И давайте перенесем все необходимое для того, чтобы мы могли работать с временем и датой в нашем проекте. Здесь у нас есть глобальные перемены. В глобальных переменах есть следующее объявление о переменных. Скопируем и перенесем в наш проект. Здесь уже в нашем проекте есть глобальные константы и есть глобальные перемены. Мы переносим в область глобальных переменных. Сразу же видим красное подчеркивание. Это говорит, что тип РТК не определен. Попробуем произвести компиляцию. Видим ошибку. И видим, что у нас неизвестный тип ТРТК. Давайте зайдем в менеджер библиотек. Добавить библиотеку дополнительно. И в строке поиска введем данный тип. Смотрим. Мы можем его взять в библиотеке Агава ПЛК. Отмена. Добавить библиотеку. Смешанные библиотеки. И вот здесь у нас есть Агава ПЛК. Естественно, что эти библиотеки предварительно должны быть установлены. Добавляем библиотеку. Ок. Если интересно, как устанавливать библиотеки, пишите в комментариях. Я сниму об этом отдельное видео. Производим компиляцию. И видим, что у нас больше нет красного подчеркивания. Проект успешно откомпилирован. И продолжаем перенос необходимых компонентов. У нас есть здесь Set Data Time. Копируем данную функцию. Нажимаем Application. Левая кнопка мыши. Затем правую кнопку мыши. Вставить. Функции мы также наблюдаем красные подчеркивания. Компиляция не пройдет. Успешно компиляция не пройдет. Пока у нас еще функция не вызывается в проекте. У нас компилятор не выдал ошибку. Но как только мы вызовем данную функцию где-то в проекте, уже работать это не будет. Нужно, чтобы у нас не было этих красных подчеркиваний. Давайте перейдем в пример. В менеджер библиотек. В примере есть такая библиотека System Time RTK. Скопируем ее. Перейдем в нашу программу. Конечно правильно добавлять через кнопку добавить. Но я пока сделаю так, чтобы сэкономить времени. Просто нажимаю левая кнопка мыши в области библиотек. Затем правую кнопку мыши и вставить. Произведем компиляцию. Подчеркивания остались. Часть подчеркиваний у нас уже исчезли. И есть подчеркивание System M Set. Копируем. Зайдем в менеджер библиотек. Снова добавить библиотеку дополнительно. В строке поиска вводим. И видим библиотеку, в которой мы можем найти необходимый нам компонент. Это библиотека System M. Вот она у нас эта библиотека. Нажимаем левая кнопка мыши. ОК. И вставляем в проект. Дальше пробуем произвести компиляцию. Компиляция прошла успешно. Подчеркиваний нет. Возвращаемся к нашему проекту PLC PRG. Возвращаемся к проекту к примеру. И здесь у нас также есть программа PLC PRG. Нам нужно скопировать все объявления в редакторе объявлений переменных. По синтаксису языка ST. Здесь у нас перемены должны быть, прежде чем использованы в проекте, должны быть объявлены. И переносим саму программу. Сам код программы копируем. И вставляем в программу. Пробуем произвести компиляцию. И видим ряд подчеркиваний, ошибок, 42 ошибки. Идентификатор CONCAD не задан. Что такое CONCAD? CONCAD это у нас операция, которая производит сращивание строк. Давайте скопируем. Посмотрим еще раз на ошибки. Идентификатор CONCAD. CONCAD требуется в программе. Неизвестный тип. Зайдем в менеджер библиотек. Снова добавим библиотеку дополнительно. И попробуем найти. Видим, что CONCAD у нас есть в библиотеке. Стандартная библиотека. Стандарт. Вставляем данную библиотеку в проект. Пробуем произвести компиляцию. Компиляция прошла успешно. И здесь смотрим по коду немножко. Здесь у нас SYSTEMEDAY.WDAY. Это у нас, судя по преобразованию, переменная тип Word. Здесь будет храниться информация о том, какое сегодня число. Здесь мы формируем строку. Дата. И вот эта строчка нам поможет сделать так, чтобы если у нас, допустим, число второе, то в строке это будет у нас обозначаться как число 02. Давайте попробуем загрузить программу и посмотреть, как у нас будут прочитана дата и время. Смотрим. Вот у нас сформирована строка TIME TEXT, то есть время. В строковом формате отображается 16 часов 18 минут, и здесь секунды. И у нас есть строка DATA. То есть строка показывает сегодняшнее число. 6.01.2021 года. То есть мы успешно прочитали время и дату. Здесь вот, если нам потребуется, то вот 6 число, мы будем воспользоваться данной переменной с типом WORLD. Здесь у нас месяц, год, ну и соответственно переменные, где задаются у нас секунды, минуты, часы. Если нам потребуется какая-то операция сравнения, то мы можем пользоваться вот этими переменами. Мне сейчас нужно формирование строки в виде в формате DATA и в формате ВРЕМЯ для того, чтобы подготовить отчеты. Я буду сохранять отчеты на флешку, и там я буду формировать файл, который будет носить имя, архив, и у него будет дополнительная метка даты, а по времени буду реализовывать метку, которая будет записывать в документы события, указывать, что вот это событие произошло в это время. Ну, для того, чтобы видео не было очень большим, давайте в следующем видео реализуем вывод информации о дате и времени на визуализацию, и реализуем редактирование часов реального времени в контроллере. А на этом наше небольшое видео завершаем. Завершаем. Спасибо.